Наверное, я буду говорить все-таки еще о несостоявшейся мечте хирургов, потому что, конечно, получить вариант лечения, когда мы оказываем минимальную травму, при этом избавляем пациента от опухоли, является, наверное, тем идеалом и той мечтой, к которой мы все стремимся. Самое главное, что я бы хотел отметить, что на самом деле, наверное, и наблюдение, и фокальная терапия – это продукт все-таки программы раннего выявления рака предстательной железы. И говорить в популяциях пациентов, где раннее выявление рака предстательной железы не налажено, а таких в Российской Федерации, к сожалению, абсолютное большинство из Прескорбия должен отметить, что Санкт-Петербург и Северо-Запад относятся именно к ним, весьма сложно, потому что даже при проведенном полноценном обследовании, если это не системный подход к большой достаточно когорте мужского населения, то, наверное, говорить об этих методах лечения весьма затруднительно, потому что, во-первых, и больных таких достаточно мало, чаще всего мы их просто недооцениваем, и поэтому место у этих больных вот этим видом лечения, точнее у наших пациентов, весьма, наверное, ограничено, они могут быть только у хорошо отобранных больных и, наверное, только в тех сцентрах, где действительно серьёзно этой проблемой занимаются. Как я уже сказал, конечно же, это мечта, и понятно, что при том, что при активном введении не надо ничего делать, мы практически не наносим физический вред пациенту, при этом мы не знаем, как развивается у него опухолевый процесс и к чему это приведёт, при этом он испытывает достаточно серьёзные, как было уже сказано, психологические страдания, которые также могут приводить к достаточно серьёзным последствиям, инсультам, инфарктам, и это показано на определённых группах пациентов. Понятно, что как радикальная простатоктомия, так и лучевые методы воздействия достаточно агрессивны для человека, с достаточно большим числом побочных токсических проявлений, поэтому, конечно, та самая мечта о минимальном воздействии с достижением полного элиминации опухолей является, ну, таким, наверное, нашим счётом идеалом. Какие же вопросы мы должны себе задать, когда говорим о фокальной терапии? На сегодняшний день все они остаются актуальны, они все на сегодняшний день не решены до конца, и первый вопрос, конечно, это идеальный пациент. Кому проводить фокальную терапию, кого наблюдать, а кому действительно проводить более агрессивные методы терапии? Локализация заболевания. Мы для проведения фокальной терапии точно должны представлять, где находится опухолевый очаг, какие его характеристики по злокачественности и по его патогенезу, по его биологическим возможностям развития. Визуализация торгентных очагов. Мы знаем, где очаг, но мы должны в реальном времени, в момент лечения представлять его, причём полностью моделировать его в объёме, что на самом деле на сегодняшний день является всё-таки нерешённой задачей и в том числе тормозит определённую степень развития этого направления, потому что технических возможностей на сегодняшний день ещё полностью таких нет. Выбор воздействия. Огромный спектр различных физических факторов, которые приводят к превращению энергии в тепловую, в кривую или тепловую, гипертермическую, приводящей к некрозу опухоли и к той самой абляции опухолевого очага, о которой мы говорим. Контроль после лечения. Опять же, мы не знаем, что делать с этими пациентами после проведённой фокальной терапии, как их оценивать, по каким критериям. И мы не знаем, какое лечение этим пациентам предлагать при наличии прогрессирования. Осложнение лечения. При всём своей малой токсичности, при всём своём малых проблемах, но тем не менее порядка 13% осложнений у этих пациентов развиваются. И до сих пор не есть не онкологические результаты. Какой же должен был пациент? И самое главное, о чём на сегодняшний день говорят специалисты, что прежде всего возраст не должен определять выбор предлагаемого лечения. Мы видели уже сегодня 65 лет, 75 лет. И всё-таки абсолютное большинство говорит о том, что возрастные рамки не должны определять выбор фокальной терапии рака предстательной железы. Она должна быть предложена как пациентам младше 40 лет, так и пациентам старше 80 лет. Я оговорился, не должна, а может быть предложена. Статус. Как раз мы можем себе представлять, что это лечение для более тяжёлых пациентов, у кого выражена соматическая патология. Но на самом деле нет. Абсолютное большинство специалистов говорит о том, что это может предлагаться как раз пациентам со статусом 0.1. Для пациентов с худшим общим статусом целесообразности в подобной терапии нет. И жизненный прогноз более 10 лет. То есть мы говорим о активном лечении. Все остальные пациенты, наверное, более подходят для тех видов наблюдения и активного наблюдения, о которых говорил Евгений Семёнович. Если говорить о тех критериях отбора онкологических, то если посмотреть на предлагаемые консенсусом специалистов в 2007 критериях, то большинство этих критерий касается пациентов с хорошим прогнозом или очень хорошим прогнозом. Но, тем не менее, на тот момент, на 2007 год, было порядка 25 основных исследований, которые рассматривались, посвящённых фокальной терапии. И среди них всего два имели как раз критерии промежуточного прогноза. На сегодняшний день последний консенсус по фокальной терапии рака предстательной железы был в 2015 году. И большинство специалистов сказали о том, что всё-таки фокальная терапия должна предлагаться пациентам промежуточного прогноза. А пациенты с хорошим или очень хорошим прогнозом, им предпочтительно проводить выжидательную тактику. И предложение более агрессивного подхода является сверхлечением. То есть, абсолютное большинство из них получат ненужную терапию даже в объёме фокального лечения. Таким образом, прослеживается как раз тенденция, что отношение к фокальной терапии становится не консервативное. То есть, это не консервативный метод воздействия, а достаточно тоже агрессивное воздействие, приводящее к полной радикации опухоли, но при этом с минимальной всё-таки токсичностью. Ещё один момент, о котором на сегодняшний день нельзя говорить, о том, что, наверное, на сегодня надо понимать, что клинические маркеры, которые мы упользуем, маркеры прогноза, это стадия заболевания, степень дифференцировки, уровень простатоспецифического антигена, несколько, наверное, устарели. Сегодня появляются некоторые моменты, возможности осуществлять дополнительный прогноз у этих пациентов, даже в рамках тех самых групп прогноза, которые мы хорошо знаем. Идея проста, что как при хорошем прогнозе, так и очень хорошем прогнозе, всё равно есть группа пациентов, которые рецидируют достаточно быстро после лечения. Точно так же, как и в группе промежуточного, есть группа больных, которая будет иметь достаточно хороший прогноз. И эти факторы на сегодняшний день, ряд работ показывает, что не зависят от клинических факторов, то есть молекулярные прогностические модели, которые на сегодняшний день достаточно активно развиваются. Ряд из них уже носит одобренные FDA и достаточно активно используются. И ещё раз повторю, они позволяют осуществить прогноз вне тех прогностических критериев, к которым мы на сегодняшний день привыкли, и, возможно, активное их использование, активная их реализация нам поможет определиться совершенно с новой стороны, с той группой пациентов, которым необходимо то или иное лечение. Предлагаются даже уже алгоритмы на основании этих молекулярных систем, которые помогают отобрать этих пациентов. К сожалению, на сегодняшний день можно говорить о том, что, несмотря на то, что есть специалисты, есть ряд исследований, хотя и не таких крупных и не рандомизированных, но по большому счёту, так сказать, сообществом, наверное, этот метод лечения ещё до конца не принят, и ему не придан официальный статус. В онкологических рекомендациях вообще нет упоминания о фокальной терапии рака предстательной железы. В урологических рекомендациях, американских и европейских, тенденция одна. Это метод лечения, который может использоваться только в рамках клинических протоколов. Проводить их в рамках повседневной практики на сегодняшний день нельзя, нецелесообразно. Больной, которому предлагается фокальное лечение, должен понимать, что этот метод является экспериментальным, что длительное время оценки результатов его на сегодняшний день не существует. Критерии диагностики рецидива, рациональное дальнейшее лечение на сегодняшний день также неизвестны и непонятны. И что, несмотря на всю свою малую инвазивность, тем не менее, даже третья степень осложнений при этом метода лечения возможна. И суммарные осложнения представляют порядка 13% случаев. Одной проблемой фокальной терапии рака предстательной железы является мультифокальность рака, которая отмечает порядка 80% всех раков этой локализации. Но, однако, тем не менее, порядка 20% всё-таки есть у нефокальных процессов, то есть когда мы можем определить только единственный очаг во всём объёме ткани предстательной железы. При этом для фокальной терапии есть возможность проведения абляции всей долей, поэтому даже при мультифокальном поражении порядка ещё 20% имеют право на унилатеральные поражения, то есть наличие очагов, нескольких очагов в одной доле. А если говорить ещё о том, что на сегодняшний день очень активно эксплуатируется теория доминантного очага, то есть говорится о том, что ведущим очагом, который может обеспечивать в том числе метастазирование, является один из большинства диагностированных во всём объёме, то порядка половины больных хорошего промежуточного прогноза могут получать фокальную терапию с абляцией всех возможных очагов, ну или как минимум доминантного очага в объёме предстательной железы. В связи с этим встаёт вопрос о локализации опухоли. Конечно, очень важно на диагностическом этапе определиться с наличием очага, но не только с наличием самого очага как такового, но его ещё и расположением непосредственно в объёме для того, чтобы понимать, где проводить абляцию, надо понимать, конечно, его характеристики, как гистологические, так и на сегодняшний день, и молекулярные. Во-вторых, надо распределить полученную информацию о очагах по их значимости и ещё раз распределить в объёме. Поэтому Европейская ассоциация урологов предлагается как основным методом диагностики перениальную синтруционную биопсию с картированием биоптатов, которая достаточно реально помогает оценить наличие опухолей в объёме предстательной железы. На самом деле технически, когда сам выполняешь перениальную биопсию предстательной железы, всё это выглядит не так красиво. Железа смещается как с дыханием, так и с введением иглы, и поэтому каждый следующий угол, конечно, красиво изображать на вот этой вот сетке, но на самом деле, насколько это имеет реальную картину, отражающую то, что происходит в предстательной железе, при этом судить достаточно сложно, погрешности достаточно велики. Тем не менее, предложенная биопсия с картированием помогает всё-таки решить эту проблему, выявить максимальное число очагов, так как холлы делаются через каждые 5 мм. В основном мы стремимся выявить, естественно, клинически значимый рак, локализовать эти зоны и на основании этого уже построить карту терапии. Мы проводили в своё время… Роман Владимирович докладывал сегодня результаты наших по промеженностной биопсии предстательной железы. Порядка 20 пациентов из 37 при первичной биопсии был выявлен рак, при повторной биопсии также среди 30 пациентов было выявлено также 20 больных раком предстательной железы. При этом уровни простатоспецифического антигена были, в общем-то, в той самой серой зоне в основном. Распределения по степени дифференцировки преобладали всё-таки хорошо дифференцированные опухоли. И при этом фокальный рак предстательной железы мы выявили у четверти пациентов, остальные были мультифокальные, но 2 очага у 14 больных из этой группы, 3 у 11 и более небольшая группа, которая заняла 16%. Но при этом унилатеральный был в незначительном достаточно проценте в нашей группе, всего 7%, то есть трое из 30 могли получить по большому счету фокальную терапию рака предстательной железы. Ещё одно преимущество промежностной биопсии – это выявление рака в передней зоне предстательной железы, которая, в общем-то, труднодоступна для биопсии трансректальной, что также достаточно важно, потому что в этом диапазоне простатоспецифического антигена, когда мы говорим о ранних формах рака предстательной железы, диагностика этой зоны выпадает, а они также могут быть подвергнуты фокальной терапии, если там выявляется тот самый единичный значимый очаг. МРТ-таргетная биопсия и терапия – это второй вариант диагностики пациентов для отбора для фокальной терапии рака предстательной железы. Однако, как мы видели выше, он не является рекомендованным в Европейской ассоциации урологов, и это может быть тоже использовано только в тех центрах, где этим занимаются, в рамках клинических исследований, в силу, в общем-то, еще малого достаточно накопленного опыта и набора материала. Но, тем не менее, «Консенсус» как раз рекомендует более активно использовать именно эту технологию, когда предварительные очаги визуализируются при магнитно-резонансной томографии, и производится забор материала из этих подозрительных зон. Естественно, снижается число запранных столбиков предстательной железы, и при этом отмечается, что снижается число выявления клинически незначимых форм этого заболевания, что помогает выявить и визуализировать непосредственный очаг, который также таргетно потом, возможно, будет выполнить и лечение. Ну, вот здесь на картинках показана визуализация непосредственной диагностики очага с глиссоном 7 и объемом больше 0,5 сантиметров. Естественно, это будет фокальный рак предстательной железы, и этот единственный фокус можно тем или иным способом на сегодняшний день аблировать. Или два поражения, которые были диагностированы, и один из них является большим размером, более 1 сантиметра кубической, при хорошей степени дифференцировки, все равно является клинически значимым очагом, и также пациенту может быть проведена фокальная терапия рака предстательной железы. Однако некоторые работы говорят о том, что достаточно проблем у данного вида диагностики, недостаточно точное определение объема опухоли при мультипараметрическом МРТ, высокая вероятность обнаружения ложных опухолевых очагов, особенно в транзиторной зоне, и при негативных мультипараметрических МРТ и МРТ биопсии в порядке 20%, даже до 20%, все-таки по темплейт биопсии могут выявляться клинически значимые рак предстательной железы. Таким образом, именно на этом основании, в европейских рекомендациях, основным методом обследования является сатурационная промежностная биопсия скорктированная. Если посмотреть на эту таблицу с чувствительностью визуализации опухоли с той или иной степенью дифференцировки и размером, видно, что именно та зона, которая нас, наверное, больше всего интересует для фокальной терапии, при мультипараметрическом МРТ достаточно трудна для интерпретации. И, наверное, все-таки на сегодняшний день действительно более оптимальным является промежностная биопсия для определения больных, которым планируется фокальная терапия. На всем этом материале составляется карта лечения. И если первоначально чаще всего использовались квадрантные схемы терапии, когда облировалась половина зоны, так называемое клюшкообразное воздействие, когда облировалась вся зона и еще часть другой зоны, но при этом всегда хотя бы один сосудисто-нервный кучок сохранялся, также старались избегать воздействия на уретру и на зону сфинктера, то на сегодняшний день, и это подверждено консенсусом, более активно эксплуатируется именно таргетное воздействие непосредственно на очаг. Отмечается, что на сегодня есть возможность все-таки визуализации и попытки облияться непосредственно саму диагностированного очага с минимальным воздействием на всю ткань предстательной железы и сосудисто-нервные пучки. Ну вот здесь хорошо видна та самая лечебная карта, когда диагностирован единичный очаг в левой доле, он доступен для абляции, является клинически значимым и может быть подвергнут абляции. В данной ситуации также диагностировано два очага, но при этом является один доминантный при одинаковой степени дифференцировки, но более значимого размера, и в данной ситуации может быть проведена фокальная таргетная абляция непосредственно данного очага. Второй очаг остается как очаг для дальнейшего динамического наблюдения. Ну и ситуация, когда вроде бы очаг несколько больше, но степень дифференцировки позволяет говорить о том, что у пациента имеется два значимых очага, практически, наверное, одинаково значимых, один по размеру, другой по степени дифференцировки. И в этой ситуации либо абляция таргетная обоих очагов, либо всё-таки бы этому пациенту более предпочтительно лечение всего объёма, воздействие на весь объём предстательной железы. Мы в своё время участвовали в клиническом протоколе фокальной абляции рака предстательной железы совместно с корейскими специалистами. Проводилась хайфу абляция высоко сфокусированным ультразвуком выявленных изменений в предстательной железе под МРТ-контролем в реальном времени. Была небольшая группа, 23 человека. Часть пациентов была пролечена в Сингапуре, часть пациентов была пролечена у нас. И в 6-24 месяца выполнялась диапсия, но по условиям протокола основное обследование было в 6 месяцев, в 24 месяца попала небольшая группа из 5 пациентов. И если посмотреть, то в 6 месяцев было всего 2 пациента с наличием ополевого процесса в предстательной железе. Трудно сказать, это рецидив, обозначить это рецидивом, так как это были в основном повторные очаги, скорее всего они просто не были диагностированы на первичном этапе, хотя с небольшим поражением биоптата. И понятно, что это можно отнести к клинически незначимым, как раз дополнительным очагам. Однако через 24 месяца у тех 5 пациентов, которых подвергались в Сингапуре биопсии, было выявлено как появление новых очагов и уже более клинически значимых. Так и, к сожалению, были выявлены 2 пациента, у которых имелось выявление опухоли непосредственно в зоне абляции. Что можно по-разному, наверное, трактовать, но, наверное, все-таки это относится к тем проблемам визуализации очага, которые не позволяют аблировать непосредственно вот саму зону опухоли. Всегда, наверное, на сегодняшний день надо захватывать достаточно большой объем здоровой ткани вокруг, для того, чтобы рассчитывать на то, что мы все-таки получили радикальное лечение. Выполнялись серийные срезы через каждые 3 мм. И на каждом вот этом срезе через 3 мм прорисовывается та зона абляции, которая осуществляется. То есть достаточно прицельно можно выявить ту зону, где будет осуществлена абляция, зона предстоятельной железы. Это все контролируется во времени непосредственно проведения с индикацией высокосфокусированным ультразвуком. Существуют ставятся специальные метки, которые отслеживают положение непосредственно самого органа, что, в общем-то, позволяет говорить о адекватном воздействии на заданный объем. И небольшая итальянская работа, которая на этом же оборудовании проводила лечение у больных с последующей радикальной простатой ктамии, продемонстрировала, что у той группы у всех выполнена, в общем-то, полная абляция, опухоли и ткани выявлено не было. Если говорить о типе воздействия, доступного на сегодняшний день, оно достаточно разнообразно. Это Крио, это то самое Хайфу, это электропорация, это фотодинамическая терапия, лазер и различные варианты лучевой терапии, как и бракетерапия, так и гамма-нош, которые более прицельно воздействуют на непосредственный очаг обозначенных предстоятельной железе. Однако максимальный опыт на сегодняшний день, конечно, накоплен в отношении именно Крио и Хайфу. При этом, если говорить о местных рецидивах, то видно, что они возможны при любом из этих методов. И в среднем от 4 до 20% выявляется опухоль по следующему месте, непосредственно абляции. И при лазерном воздействии этот процент несколько больше, возможно, в силу более агрессивного воздействия, что не позволяет, наверное, более точно охватывать весь объем. Контроль после лечения. Естественно, мы привыкли к просто специфическому антигену. В нашей работе мы показали, что, наверное, динамика ПСА в ближайшие 6 месяцев после абляции больше зависит от объема аблированной ткани, чем от непосредственного воздействия на опухоль. Это, наверное, логично. Здесь видно, что у пациентов, где объем был больше, динамика ПСА была более активна, снижалась она более активно. У тех пациентов, где объем аблированной ткани был меньше, в общем-то, ПСА оставалось приблизительно на одном и том же уровне. Тем не менее, у большинства больных имелась тенденция снижения в первые месяцы с последующим подъемом. У ряда пациентов был зарегистрирован, по сути, биохимический рецидив по критерию маска. И им выполнялось в последующем, уже после года, также системная биопсия. Мультиполиметрическое МРТ, его роль в диагностике на сегодняшний день абсолютно не определена, так как критерии весьма затруднительны, тем более на фоне тех зон абляции, которые мы в последующем получаем, по сути, полное выпадение, накопление контраста и какого-либо оценка, наверное, достаточно затруднительной. Поэтому на сегодняшний день остается единственным методом, это системная или таргетная биопсия. Но все-таки основной роли появляется, опять же повторюсь, системная биопсия и промежностная, которая позволяет выявить как появление новых очагов, так и наличие рецидива в последствии на зоне абляции. На сегодняшний день мы проанализировали и небольшую группу по прошествии 7 лет. Это 13 пациентов, которые оставались и в Сингапуре, и 8 наших пациентов. И здесь видно, что в общем достаточно большой процент этих больных. 8 пациентов имели биоптат, это практически 60%, которые все в основном после этого перенесли радикальную простатэктомию. Все пациенты в этой группе живы, при этом была небольшая группа больных, которая входила в исследование, в скрининг, но у них не было диагностировано ракопрестательной железы. Из них двое пациентов умерли от сердечно-сосудистой патологии. В этой группе все пациенты на сегодняшний день живы. Если говорить о литературных данных, о онкологическом результатах, они более оптимистичны в отличие от наших и не превышают практически рецидивы 15%. Большинство пациентов остается вне рецидива, но при этом достаточно короткие сроки наблюдения. По сути, сроки наблюдения не превышают 5 лет. Я уже несколько лет показываю это утенка и, к сожалению, на сегодняшний день он так остается старким утенком, пока не превратившись в прекрасном лебеде. Спасибо. Спасибо, Александр Ильич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok